Продолжение следует... Мы решили сделать такую акцию. В регионе сохраняется масочный режим. Долгострой на Летней улице готовится к сдаче в эксплуатацию. Нам нужна была уже квартира, чтобы переехать и жить. До конца годов в регионе будет решена проблема по 19 долгостроям. Рыбинский приборостроительный завод выпускает лабораторное оборудование для диагностики ковида. Очень жесткие требования, в первую очередь, к герметичности. С начала пандемии в лаборатории страны уже отправлено 2 миллиона штук. На этой неделе Ярославль постепенно начал выходить из режима самоизоляции. Но это не означает, что все позади и можно расслабиться. Накануне 16 мая губернатор Дмитрий Миронов своим указом ввел обязательный масочный режим и предупредил, что в течение недели специалисты будут внимательно наблюдать за ситуацией в области и предпринимать дальнейшие шаги, руководствуясь складывающейся обстановкой. Вы смотрите итоги. Меня зовут Александр Веретельник. Здравствуйте. Борьба с эпидемией все больше напоминает настоящее военное действие. К сожалению, наша область вошла в первую пятерку по заболеваемости COVID-19. Последствиями такого всплеска заболевших, скорее всего, явились майские праздники и безответственное отношение наших жителей к предостережениям руководства области и врачей. Кстати, врачи в этой борьбе с эпидемией совершают самый настоящий подвиг. Нам, находящимся по другую сторону этой линии фронта, сложно представить, как можно сутками в защитных костюмах, рискуя жизнью, спасать людей. Вот почему президент Владимир Путин взял под личный контроль перечисление медикам дополнительных выплат. В правительстве Ярославской области дали подробное разъяснение о том, как и в каком объеме будут осуществляться выплаты сотрудникам медицинских учреждений. Мы постарались учесть все нюансы двухфедеральных постановлений и сделали в простом варианте. Мы там конкретно указали суммы, которые будут выплачены медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. Для примера проведу следующий вариант. К примеру, врач скорой помощи работает на одну ставку. В бригаде, оказывающую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией. Подразумевается, если он полностью отрабатывает время, положенное по одной ставке, он получает, соответственно, 50 тысяч рублей доплату. Как стало известно, сотрудники скорой помощи Угличской центральной районной больницы вышли с открытым обращением по поводу начисления стимулирующих надбавок. В ответ департамент здравоохранения инициировал проверку, в ходе которой будет детально проверяться зарплатная история каждого сотрудника. Как сказал директор департамента здравоохранения Руслан Саидгареев, в случае выявленных нарушений в начисления стимулирующих надбавок руководством больницы будут применены меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. На этой неделе в области стартовал прием заявлений на предоставление ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Право на такую поддержку имеют семьи, доход которых не превышает прожиточный минимум на человека в области за второй квартал 2019 года, то есть 10 573 рубля. А таких в регионе почти 21 тысяча. Выплаты начнутся с 1 июня, но рассчитаны будут с января 2020 года. Поэтому семьи получат средства сразу за несколько месяцев. Размер выплаты составит 5285 рублей. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделен 1 миллиард 52 миллиона рублей. Заявление на получение выплаты можно подать через единый портал государственных услуг, через МФЦ или органы соцзащиты по месту жительства. Также на выплаты имеют право малоимущие граждане, которые получают пособие на ребенка. Таких в области около 15 тысяч. Деньги таким семьям будут начислены в беззаявительном порядке. Поддержка бизнеса на фоне эпидемии коронавируса наряду с поддержкой населения стала одной из главных задач российского правительства. Местная власть тоже активно взаимодействует с федеральным правительством в решении этой задачи. Так в начале мая правительство области запустило новый инструмент поддержки малого и среднего бизнеса. Льготный кредит под 2% годовых. Причем выплачивать его можно начать спустя полгода. Сумма до миллиона рублей. И неважно, попало ли предприятие в список наиболее пострадавших отраслей экономики. На помощь могут рассчитывать все малые и средние компании. Требования к заемщикам максимально упростили. Заемщик должен быть зарегистрирован на территории Ярославского региона, области, либо города. Соответственно, он должен осуществлять деятельность не менее полугода. Стартапы мы не поддерживаем. У него должна быть положительная кредитная история, деловая репутация. Мы считаем это все-таки дополнительной мерой поддержки и дополнительным инструментом. И в первую очередь они направлены на те предприятия, которые не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей. Неделю мы живем в обязательном масочном режиме. Ситуация для всех необычная. В публичном пространстве развернулась целая дискуссия по поводу целесообразности и законности такой меры. Дело дошло даже до судебных разбирательств. Но с такой ситуацией мы столкнулись впервые. И фактически сейчас, в режиме реального времени, пытаемся отладить механизм действия властей, поведения граждан. Можно как угодно скептически относиться к пандемии. Но, как говорится, факт и вещь упрямая. И расслабились мы рано. За последнюю неделю количество заболевших резко возросло. Масочный режим, по мнению специалистов, призван затормозить распространение инфекции в области. Чтобы обязательное ношение масок не превратилось в дополнительные финансовые расходы, для многих ярославских семей, губернатор Дмитрий Миронов объявил о предоставлении масок многодетным и малоимущим семьям. В общей сложности им выдадут более 75 тысяч масок. 1760 семей, воспитывающих детей инвалидов, получат по 25 масок. К этой инициативе активно подключились и волонтеры, которые начали раздавать маски на остановках транспорта в различных районах города. Вверх ногами надевайте, надо наоборот и обязательно на ноль закрепить. И прям прижмите к носу, будет лучше закрывать. Короткий инструктаж и к следующему человеку. Раздавать маски волонтер Наталья Шпакова вышла на остановку судостроителей в 7.30 утра. Сначала людей было немного, однако... Спустя полчаса народу на остановке прибавилось. Пойдем помогать волонтеру Наталье, заодно и узнаем, куда торопятся все эти люди. Работала. А где работаете? Флористом. Вас не закрыли? Нет. Работаем. Ну, на доставках работаем. Дистанциями. Ксения Воробьева из числа ответственных жителей. Таких людей, к счастью, большинство. Некоторые даже отказываются брать лишнюю маску. Но Наталья настаивает на своем, ведь менять их нужно спустя два часа. На день нужен запас масок. Многие этого просто не знают. А сколько с собой имеете масок? Две. Ну, одну многоразовую, одну одну разую. Только надели кверх ногами, по-моему. Да нет. Вообще, знаете, как нужно носить маски правильно? У меня есть, понимаете. Вроде правильно. Спросить, верит ли молодой человек в защитные свойства маски, мы не успели. Пока проводили инструктаж, подъехал автобус. Зато другая женщина честно призналась, для чего ей она нужна. Носите маску почему? Для защиты или от штрафа? От штрафа. 16 мая появляться на остановках, в магазинах и других общественных местах можно только в маске. Иначе по решению суда можно заплатить штраф от одной до 30 тысяч рублей. Пока были устные предупреждения. По всей области около 5 тысяч за первый день масочного режима. Почему сами не носите? Носу. С собой есть? Да. А почему не надеваете? Впоследствии безответственности могут быть гораздо серьезнее штрафов. В том же магазине покупают продукты пожилой мужчина. Мы можем болеть новой инфекцией, бессимптомной и разносить опасный вирус. Именно поэтому губернатор ввел в регионе обязательный масочный режим. Мы решили сделать такую акцию по раздаче средств индивидуальной защиты в местах остановок общественного транспорта, массового пребывания наших людей перед самым рабочим днем, для того, чтобы предостеречь их от того, чтобы они не нарушали данный указ. Индивидуальные маски нам предоставил наш меценат Ярославский Зиров Константин Владимирович в количестве 5 тысяч штук. Волонтеры раздают их во всех районах Ярославля. Подобные акции будут проводить и впредь, заверили в мэрии города. Там уверены, они помогут людям стать более ответственными. Павел Волков, Денис Сахаров. День в событиях. Люди, которые берут на себя ответственность, делают реальные дела, приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается, всегда вызывают уважение. Как правило, это лидеры, которые становятся центром притяжения. Особенно, если люди с биографией. Мой коллега Георгий Колчин пообщался с известным волонтером, олимпийским чемпионом Андреем Коваленко. Почему я стал решить волонтером? Потому что людям нужна помощь в связи с эпидемией. Многие, скажем так, люди старшего возраста, старшего поколения, наши бабушки, дедушки, родители даже, сели на самоизоляцию, наши пенсионеры. Поэтому начиналось все просто. Начиналось сначала с приема звонков, с просьб о том, что вот там хотелось бы лекарства, хотелось бы продукты. Мы продолжаем развоз продуктовых наборов. Вчера мы ездили в многодетную семью, позавчера в многодетную семью ездили. У людей где-то по семь, по восемь детей, по пять. Вот сегодня мы пенсионерки отвозили. Вот, то есть ясно, что какие-то определенные продукты покупались и на свои деньги, вот, тратились и свои, скажем так, финансы. Помимо этого еще мы занимались развозом медицинской техники по больницам. Мы развозили планшеты, порядка тысячи штук. Это непосредственно уже губернатор Дмитрий Юрьевич Миронов приобретал и давал мне распоряжение, чтобы я развозил эти планшеты не только по городу, но и уже и по области, по муниципальным районам. Ну вот как-то, я не знаю, много это или мало, не мне, наверное, судить. Ну вот за три месяца приблизительно то, что вот мы сделали. Опять же, мы не останавливаемся, мы занимаемся этим каждый день. Иногда уделяется это полдня, да, иногда на это уходит целый день, иногда это там пару часов. Я сам стал волонтером и я увидел, какие здесь есть минусы для тех же, ну, наших волонтеров, правильно? Поэтому вышел с инициативой, пообщались с Верой Викторовной Даргель, да, руководителем нашего молодежного движения, дворца молодежи. Вот, опросили волонтеров, чтобы была обратная связь от них, что для них было бы приятно, чтобы для них было бы лучше, да, и вот улучшить их работу именно волонтерство. Вот, собрали, собрали предложения, выйдем с проектом наших предложений уже на областную нашу думу для поддержки и внесения в закон о волонтерстве уже непосредственно в Ярославской области. Как вообще люди реагируют, что олимпийский чемпион, ветеран локомотива? Да, по-разному. Есть, скажем так, есть семьи, есть взрослые, да, там, даже дети, те, кто меня знает, как, ну, как хоккеиста, да, кто когда-то я играл в локомотиве. Есть, кто знает меня, особенно те районы, куда мы ездим, где я избирался как депутат Ярославского муниципального района, да, вот. Вот, а недавно увидел, о, говорит, я его знаю, я, говорит, папа нашего хоккеиста, говорит, из локомотива, то есть, видишь, уже и по папе узнают. Так что, ну, кто-то не узнает, кто-то просто говорит огромное спасибо, даже не знаю, что, ну, что это олимпийский чемпион и депутат. Но, опять же, неважно, узнали, не узнали, для меня всегда, вот, занимался я хоккеем, да, работал я в профсоюзе, сейчас волонтером, депутатом. Для меня самое важное, наверное, это ответ от самих граждан, от самих жителей, что если они благодарят, говорят спасибо, улыбаются, ну, для этого, наверное, стоит жить и работать. Сегодня, когда на карту поставлена жизнь и здоровье граждан, все, кто может оказать хоть какую-то помощь в борьбе за нераспространение эпидемии, готовы даже перестроить свою работу, как, например, на Рыбинском заводе приборостроения. Продукция, которую выпускает предприятие, необходима всей стране. Всего 10 секунд и 32 микропробирки готовы. А всего за смену такой термопласт-аппарат производит 100 тысяч пробирок. При потребности регионального Роспотребнадзора в месяц в 200 тысяч. А предприятие уже дает 2 миллиона пробирок в месяц, еще до начала старта производства. Всю продукцию уже раскупили, спрос колоссальный и потребность только растет. В планах увеличить мощности в 5 раз. Сам процесс производства несложный, а вот подготовке проекта предшествовали полтора года работ и тестов. Микропробирки Эппендорф – лабораторные сосуды высшего класса. Микропробирка при всей кажущейся простоте имеет очень жесткие требования, в первую очередь, к герметичности. Потому что, например, при проведении ПЦР-анализа, в случае, если одна микропробирка с содержимым для диагностики вдруг самопроизвольно откроется, то тогда возникнет необходимость остановить лабораторию, ее полностью очистить от следов ДНК, того вещества, которое было в этой микропробирке. И все анализы, которые там находились, фактически аннулировать. В эти микропробирки берут и анализы на коронавирус. Понятно, что герметичность и сохранность биоматериала здесь превыше всего. Сейчас рыбинское предприятие выпускает сосуды емкостью полтора миллилитра. Но вскоре запустит производство пробирок на 2,05 и 0,2 миллилитра. Проект дорогостоящий. Только один такой аппарат стоит более 10 миллионов рублей. Не считая материалов и герметичного бокса для работы. На заводе планируют организовать производство на семи таких станциях. Данная линия запущена при помощи фонда развития промышленности Российской Федерации, который одобрил унзаймы на 207 миллионов рублей. И фактически за счет вот этих денежных средств, в том числе, создано это производство. Рыбинский завод приборостроения всю свою историю работал на оборону. Отрасль теперь открывает новое направление. Одно из главных преимуществ импортозамещения. Продукцию из Ярославской области теперь поставляют по всей стране. В планах рыбинцев нарастить мощности и выйти и на зарубежный рынок. Наталья Антонова, Денис Лосев. День событий. Также ярославские промышленники приобрели для медиков, работающих с COVID-19, более двух тысяч защитных очков. Они переданы в больницу имени Симашко и будут распространены по всем учреждениям, где есть красные зоны. Общая стоимость 880 тысяч рублей. Поддержку оказали сразу 10 компаний региона. Реализовать инициативу помогли Торгово-промышленная палата области и Департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности. Это ещё не все новости. Во второй части программы смотрите. В областную онкологическую больницу закупают современную технику. Рассчитываем поставить в онкологическую больницу более 20 единиц медицинской техники. Объём финансирования на борьбу с онкологией в прошлом году составил более 270 миллионов рублей. В этом году в рамках проекта будет отремонтировано 458 объектов. Каждый год корректируем графики реализации. На эти цели в бюджете предусмотрено 700 миллионов рублей. Это итоги. Вы смотрите программу с Александром Веретельником. Для того, чтобы успешно лечить многие серьёзные заболевания, требуется дорогостоящее высокотехнологичное оборудование. Далеко не каждая клиника, особенно в провинции, может позволить себе приобрести его, чтобы спасти жизнь больным. Ярославская онкологическая больница, которая славится своими первоклассными специалистами, в ближайшее время получит новое оборудование. Более 10 тысяч обследований в год смогут проводить онкологи региона благодаря новому современному оборудованию, которая поступит в областную больницу в четвёртом квартале этого года. Электронный аукцион уже состоялся. В ближайшее время будет подписан контракт на поставку техники. В рамках реализации регионального проекта «Борьба с психологическими заболеваниями» закупкой запланировано приобретение линейного ускорителя. Согласно описанию объекта, закупками значения запрашиваемых параметров соответствует система лучевой терапии «Хелькон» производства «Вариан» и системы радиотерапевтической «Томотерапии» производства Соединённых Штатов Америки. Эти две системы являются новейшими из выпускаемых с улучшенными характеристиками. Кроме того, аппараты обладают повышенной пропускной способностью, что крайне важно в условиях ярославского онкодиспансера. Приобретение этого оборудования согласовано с главным нештатным специалистом, с главным радиологом Министерства здравоохранения Российской Федерации профессором Хмелевским. На борьбу с онкологией направлена значительная доля средств нацпроекта здравоохранения. В прошлом году объем финансирования составил более 270 миллионов рублей, 18 из которых средства областного бюджета, остальная большая часть из федеральной казны. На эти деньги в онкобольницу были поставлены 10 единиц медоборудования, в том числе мультиспиральный компьютерный томограф и линейный ускоритель. Параллельное использование в онкобольнице двух компьютерных томографов позволит улучшить планирование лучевой терапии, сделать доступнее диагностические исследования, а также развести потоки пациентов. Основным преимуществом линейного ускорителя, который работает в онкобольнице с начала года, является отсутствие гамма-излучения, что более безопасно и позволяет минимизировать поражение здоровых тканей во время сеанса лучевой терапии. Нам не придется пациентов отправлять на высокие технологии уже в центральные институты, а позволит лечить их у себя на нашей базе. Этот аппарат позволяет лечить практически все локализации, доступные именно лучевой терапии. Это легкие молочные железоорганы малого таза, как у мужчин, так и у женщин, головной мозг. Новая медицинская техника позволяет медикам использовать одни из самых современных методик лучевой терапии для лечения пациентов региона, что ранее было недоступно. Ксения Старцева, Сергей Мазилов. День события. А сейчас коротко о том, что еще произошло на этой неделе. За пять дней в регионе составлено 22 протокола в отношении нарушителей масочного режима. Каждый день сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические беседы на тему ношения масок в общественных местах и предупреждают об ответственности. Школьники льготных категорий продолжат получать продуктовые наборы до конца учебного года. В наборы входят продукты, которые помогут семье организовать питание школьника. Все возникающие вопросы можно задать по горячим линиям, которые открыты в каждом муниципальном районе. За неделю в Ярославле отремонтировано более 100 метров сетей водоснабжения и водоотведения. После завершения работ на сетях на объект выйдут дорожники. Работы по замене коммуникаций ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в Ярославле запланирован ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на 14 магистралях города. Продолжается реализация федеральной программы «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология». Строительство новой системы очистки позволит улучшить услуги по водоотведению для жителей социальных объектов большого села, а также нормализует экологическую ситуацию. Объект планируют сдать уже в октябре этого года. 19 мая между Ярославлем и Казанью возобновилось авиасообщение. Рейсы из Туношны и обратно выполняет компания «Юфт Аэро». Полеты в столицу Татарстана будут осуществляться по вторникам и четвергам. Время в пути составит чуть больше часа. В летний период планируется возобновление полетов в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Краснодар. По каждому направлению об открытии рейсов будем сообщать дополнительно. Вы смотрите «Итоги», и мы продолжаем рассказывать о наиболее интересных событиях прошедшей недели. За темой пандемии, которая еще долго будет оставаться главной в повестке новостей, не хочется, чтобы мимо проходили события, которые для многих людей превращаются в настоящий праздник. Потому что еще совсем недавно были слезы, волнения и даже отчаяние, и вдруг все счастливо разрешилось. Ну, конечно, не вдруг, а благодаря усилиям и помощи тех, кто по определению должен помогать решать эти проблемы. В Ярославле завершается строительство очередного долгостроя. Наверное, вот тут поставим кроватку, да? Да, сынок? Нет, а где будем кроватку ставить? Вот тут поставим кроватку тебе, вот тут столик будешь слистывать, да? А тут будет сестре кровать, да? Маленький хозяин квартиры Саша уже готов к большому переезду. Вся его семья ждала этого момента больше года. Только вот за радостью и прогулкой по новому жилью, где еще остался свежий запах краски, кроется большой конфликт за стройщиком. Дом уже был готов, то есть окна, двери стояли. Нам обещали сдать через два месяца, вот, так как нам жить негде. Муж работает один, у нас двое детей маленьких. Вот. Нам нужна, то есть была уже квартира, чтобы переехать и жить, в общем. Но сделать этого не получилось. Участники долевого строительства стали героями драмы. Работы на объекте были заморожены. Некоторые вложили деньги в жилье еще несколько лет назад. То, когда квартиру приобрел, соответственно, и срок был ввода, ну, строительство завершения, да, разное было. Да, вот мы с девочками тоже, с дольщицами разговаривали, у кого как. Вот у меня, например, второй квартал 2019 года, у кого-то был и четвертый квартал 2018 года. То есть кто-то ждет два года, кто-то один год ждет, у всех разные просрочки. Теперь жилье есть. В вопрос вовремя вмешался губернатор области и профильный департамент. Но даже сейчас не все так гладко. У многих семей по договору внутри сантехника, ванна и даже кухня. А на деле только голые стены. Первые договора были именно с ваннами и с сантехникой. Ну, сантехникой. То есть вы не отрицаете, что договоры подъяснили? Были первые, первые были договора. То есть и теперь как эти дольщики, они будут получать? Так мы индивидуально все будем подходить. Может, кто-то компенсацию попросит. Кому-то, если компенсация не нужна, мы поставим эти ванны. Возможно, такой исход даже лучше. Только вот тем, кто собирался на днях въехать в свое гнездышко, даже получив ключи, сегодня-завтра придется подождать новоселье еще. Ни воды, ни электричества в доме пока нет. Специалисты департамента держат руку на пульсе, но самые важные выводы уже сделаны. А мы в своей работе, безусловно, будем иметь в виду, когда мы будем заниматься выдачей разрешений, мы будем пристально отслеживать деятельность застройщика, который допустил обман дольщиков. Для нас это принципиальная история. Между тем, обманутые дольщики региона теперь могут выбирать между ключами и компенсацией. Теперь, кроме квартир, обманутые дольщики региона могут вернуть и вложенные в строительство средства. Их выплачивает Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Сейчас денежные компенсации выдаются по 13 объектам. В начале 2020-го в регионе оставалось 37 долгостроев. В 15 делах поставлена точка. Специалисты обещают, вопросы с оставшимися домами на паузе будут проработаны до конца этого года. Софья Кременецкая, Сергей Мазилов. День в событиях. Проблема ветхого и аварийного жилья довольно часто освещается в средствах массовой информации. Люди доходят до отчаяния, обивая пороги кабинетов, пытаясь объяснить, что в таких условиях жить невозможно. В Ярославле на улице первая новостройка началось строительство многоквартирного дома под расселение из аварийного жилья. В новый дом переедут 108 ярославцев со своими семьями из Заволжского, Дзержинского, Красноперекопского, Фрунзенского районов города. Всего, по словам исполняющего обязанности директора департамента строительства Виктора Жучкова, до конца года в областном центре планируется расселить 297 человек. То год без электричества, то пару месяцев без холодной и горячей воды. Во втором доме поселка Силикатного завода ожидать можно чего угодно. И маловероятно, что сюрприз окажется приятным. Вот такое вот у нас творится на первом этаже. Вот это вот все. Сверху у нас в туалет стоит унитаз. Этот унитаз может в любой момент свалиться. Потому что вы сами видите, что у нас здесь творится. У нас все сгнило, все перегородки сгнили. Вот здесь вот у нас стоит наверху ванна. Но вот это вот все рушится. Но если вопросы с водоснабжением еще реально урегулировать, то вот со стихией так не пройдет. Старая крыша из раза в раз пропускает в квартиру воду. Потоп за потопом отразились не только на состоянии потолка и стен. Ну так а что? Вон у нас, смотрите, все сырое. А почему все сырое? Бог узнает, все течет. Из восьми квартир в этом доме пока опустили только три. Кто-то успел покинуть небезопасное жилище. Впрочем, таковым его признали лишь в 2015 году. До этого двухэтажка значилась по документам ветхой. Семья Граблевых вместе с другими попала в программу по расселению. Как итог, неподалеку от старого дома уже возводят новый. Работы начались у нас в конце апреля месяца. Сейчас мы находимся на этапе погружения сваи и их испытаний. То есть сваи предварительно забиты, контрольные. Сейчас они проходят отдых, отпуск. И на следующей неделе мы будем испытывать, продолжим дальнейшее погружение. В 36 квартирах поселятся семьи из аварийных домов. Случится это в начале следующего года. Объект планируют сдать в декабре. Строительство ведется по федеральной программе национального проекта «Жилье и городская среда». До этого люди из аварийных получали вторичное жилье. В этом году переезда ожидают около пяти сотен семей области. Сейчас мы начали третий этап. Это этап 19-25 года. Планируем расселить 99 тысяч квадратных метров. И в 2019 году мы смогли в два с половиной раза перевыполнить установленный показатель и расселить 3 тысячи квадратных метров. В текущем году у нас планы более масштабные. Мы хотим сделать 9 тысяч квадратных метров. И 3 тысячи из них уже выполнены. А это больше, чем за весь прошлый год. Семья Граблевых уже готовится к переезду. С собой возьмут и собаку, и любимого кота. У последнего, к слову, работы станет явно меньше. Котик ловит мисей. На ту мисе потащил маму и угород. И все. В новом доме ловить мышей не придется. Предвкушают начать жизнь с чистых стен и бабушка, и мама. Мы еще не видели его, но, конечно, есть надежда, что мы его получим. Это будет большая радость. Софья Кременецкая, Антон Комаров. День в событиях. Несмотря на трудности, связанные с распространением коронавируса, продолжается работа по реализации программы «Решаем вместе». Более 100 объектов в рамках этого проекта уже находятся в работе. На этой неделе глава региона с представителями муниципальных образований обсудил ход благоустройства. Сейчас подрядчики ведут работы в Ярославле, Даниловском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском и Ярославском районах. Всего в этом году в области по проекту «Решаем вместе» преобразится порядка 450 территорий. Выделено на это более 650 миллионов рублей. Также участники совещания сегодня рассмотрели и вопрос об участии районов во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. От нашего региона в нем примут участие 7 городов. Гаврилов-Ям, Любим, Данилов, Мышкин, Пашихоний, Ростов и Тутаев. А сейчас расскажем, как сэкономить на плате за отопление. Пример, что называется, под ногами. Апрель был теплым, однако квартиры топили так, будто на улице хороший минус. До лихорадки жильцов сначала чуть было не довели горячие батареи, потом большие счета в квитанциях. Специалисты говорят, и того, и другого можно было избежать. Кирославне Наталье Герасимовой теперь ходят за советом. Температура в ее квартире всегда комфортная. Да и за отопление хозяйка платит меньше в полтора раза. Все обращают внимание, когда у нас в апреле открыты все окна на распашку, и все равно в доме невозможно ни спать, ни находиться. А в этом году у нас настолько комфортно было. Мы общаемся, и все пишут, когда же отключат отопление дома, невыносимо. Я пишу, а у нас вообще очень комфортно. За климат в квартирах дома на проспекте Дзержинского в Ярославле отвечает умная электроника. Жильцы пятиэтажки решили, капитальный ремонт обязательно должен быть энергоэффективным. Так в подвале на тепловых сетях и появилась система погодного регулирования. Она нужна для того, чтобы из центральной системы теплоснабжения забирать только то количество тепла, которое необходимо для того, чтобы в квартирах было комфортно. Этот год очень показателен, и многие ярославцы обратили внимание, что зима теплая, но при этом в квартирах очень жарко, и при этом счета за отопление приходят очень большие. Так вот, эта система, она предназначена для того, чтобы, если на улице тепло, то и температура в батареях тоже будет меньше, и, соответственно, счета за оплату также будут меньше. Специалисты разъясняют, стоимость отопления по нормативу и плата при наличии системы погодного регулирования существенно отличаются. В некоторые месяцы разница стоимости может достигать 70%. После теплого апреля энергосберегающим оборудованием заинтересовались жители многих соседних домов. Получается, что мы отапливаем улицу. Узнали, что в соседнем доме, вот из которого эта женщина, стоит прибор специальный, учет, регулирование температуры, и, естественно, оплаты получаются меньше. Квартира моей новой знакомой и моя квартира одинаковая, трехкомнатная. Она заплатила полторы тысячи, я больше двух тысяч. Прибор учета тепла и систему погодного регулирования установили за счет средств капитального ремонта, накопленных жителями на спецсчете дома. Больше не переплачивают затопление и жители многих других домов Ярославской области. Иногда сберегающее оборудование уже работает в многоэтажках в нескольких районах Ярославля и в Рыбинске. Специалисты говорят, что оборудование можно установить в каждом доме и окупится оно через полтора-два года. Решение принимают сами жители. Равнение на Вятское. Самая красивая деревня России Вятское получила новый статус. Наша съемочная группа в очередной раз побывала в этом красивом месте, и вот что они увидели. Село Вятское получает статус штаб-квартиры самых красивых деревень и городков России. Самая красивая деревня России получила официальный статус. Теперь на Ярославскую глубинку будут равняться небольшие села и городки всей страны, готовые также принимать туристов. Среди них Байкал, Карелия и даже Кавказ. А само Вятское становится главным домом ассоциации. При ней будет методический кабинет. Это тоже очень важный такой момент, в котором мы сможем обучать совместно с Вятским всех претендентов в самые красивые деревни и городки России. У нас есть уже несколько программ переподготовки кадров, которые мы будем адаптировать специально для этого, с учетом опыта, который мы набрали за пять лет. Самая красивая деревня за последние 10 лет громко заявила о себе и как о туристическом объекте, и как о культурной Мекке. У Вятского амбициозные планы на будущее и крепкая сеть соглашений. Только контракты с Большим театром предвещают организовать в селе самый красивый фестиваль с метрами музыки, как российской, так и зарубежной сцены. А еще Академия «Голос и скрипка» оперной дивы и Любови Казарновской. Интеграция с небольшими городами и деревнями со всего мира. Италия, Франция, сейчас на меня вышла Армения, на меня вышел Китай, Вьетнам. Так что у нас очень большие планы. И они все, эти люди, которые за этим стоят, иностранцы, они очень хотят интегрироваться в российскую культуру, привозить какие-то свои фестивали, своих солистов, фестивали кухни, фестивали моды. В 2008 году в Вятском появился первый музей. Спустя 10 лет их стало 13. В одном здании звучат звуки времен со старинных клавесинов, другой хранит культуру и быт крестьянина, а в третьем можно самому почувствовать себя в роли печатника. Вятская – это полноправный субъект формирования культурной политики нашего региона, но это действительно так. И сегодня, в этом году Вятская отмечает 10 лет. И все 10 лет мы активно сотрудничаем. Мы партнеры, мы друзья. И ярославская культура, в общем-то, себя не мыслит без Вятского. Это уже своеобразный бренд. Вятская – это та территория, на которой сохраняется наследие. Уникальные ландшафты, целый комплекс культурных, исторических, православных, развлекательных объектов с развитыми общественными зонами превращают село в большой единый туристический центр под открытым небом. Неудивительно, что каждый третий гость региона посещает самую красивую деревню России. Именно там, а еще в центре Ярославля, было принято организовать туристическо-информационные центры. Сейчас туристов очень много индивидуальных, а в нынешних условиях их будет больше, потому что люди, ну вот совсем прям самый экономичный и самый, заметьте, безопасный формат путешествия будет после кризиса на автомобиле. И для них очень важно, чтобы была такая точка, где можно получить информацию не только об этом месте, но и об остальном точках Ярославской области. Несмотря на временные ограничивающие условия, Вятском в этом году готовы принимать туристов. В конце июля там пройдет Международный гастрономический день села, а уже в 2021-м запланирован масштабный праздник, посвященный юбилею поэта Николая Некрасова. Наталья Антонова, Сергей Мазилов. День в событиях. Сегодня мы переживаем не самые легкие времена. И для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, необходимо не только соблюдать масочный режим, но и внимательно относиться к своим финансам. Мы запустили новую рубрику, чтобы помочь вам разобраться, как сохранить деньги. Сегодня поговорим о том, что такое финансовая подушка безопасности. Мой коллега Павел Волков проанализировал, что больше всего интересует наших зрителей. И я отвечу на его вопросы. Для меня само понятие «финансовая подушка безопасности» звучит страшно. Это что-то такое из сферы большого бизнеса. Вот скажите, как это соотносится с обычной семьей? Ну, смотрите, Павел, само понятие «финансовая подушка безопасности» представляет из себя накопленную сумму денег, которая позволит минимизировать финансовые затруднения семьи, которые возникли в различных внештатных ситуациях. Ну, например, если вы потеряли работу, или вдруг вас затопили соседи, и вам необходимо делать дорогостоящий ремонт, если вы заболели и вынуждены взять больничный на длительный срок. Это своего рода буфер, личный фонд на черный день. Но не надо путать его с инвестициями, поскольку финансовая подушка безопасности – это лишь первый шаг к инвестированию, который является залогом финансовой независимости. Главная особенность финансовой подушки безопасности – эти деньги должны быть легко доступны. Потому что основное их назначение – закрыть финансовую дыру в семейном бюджете в случае непредвиденных обстоятельств, которые возникают, как правило, неожиданно. Если совсем коротко, то это заначка. Ни в коем случае нельзя использовать финансовую подушку безопасности в качестве дополнительного кошелька и не тратить на текущие расходы или крупные покупки. Какой должен быть минимальный размер финансовой подушки безопасности – решает каждый сам. Но есть некоторые оптимальные критерии, которые помогут определиться. Накопленной суммы должно хватить на три месяца. Такой вариант может быть оптимальным решением для одиноких людей или семьи без детей. Шестимесячный фонд – такой вариант подойдет для большинства из нас. Полгода – неплохой срок, чтобы успеть поменять работу, организовать мелкий бизнес, быстро переквалифицироваться и даже сменить по необходимости место жительства. Мало ли что бывает в нашей жизни. Александр, вот скажите, некоторые финансовые эксперты рекомендуют откладывать на такой вот непредвиденный случай жизненный по 10% от своей зарплаты. Как вы считаете, этой суммы достаточно? Формирование финансовой подушки безопасности, как я уже говорил, каждый решает для себя сам. Поскольку отталкиваться придется прежде всего от возможностей семейного бюджета. Как и все накопления, резервный фонд создается за счет регулярной сбережения части вашего текущего дохода. Важное правило. При получении любого размера дохода сначала заплати себе. Сколько денег откладывать для этого? Ну, начните с малого. Для большинства семей сбережение порядка 10% текущего дохода не будет означать какого-либо серьезного финансового напряжения. Потому что на 90% вашего дохода можно прожить практически не меняя потребительского поведения. Так же, как и на 100%. Возьмите за правило регулярно сберегать 10% своего дохода и направляйте эти средства в свой резервный фонд. И он начнет расти. Да, это не будет очень быстро. Однако рост можно ускорить, если направлять в заначку эпизодическое поступление, премию или бонусы. Возможно, в перспективе вы планируете что-то продать. Поместите вырученную сумму в резервный фонд. Так со временем вы создадите необходимую финансовую подушку безопасности. И это даст вам огромную пользу. В сложных обстоятельствах вам не придется бежать в первую попавшуюся микрофинансовую организацию и брать кредит под большие проценты. Вы можете сосредоточиться на решении внезапно возникших проблем, а ваша семья будет в безопасности. Еще раз обратите внимание, финансовый резерв рассчитывается на основе расходов. Чем к большему уровню расходов привыкла ваша семья, тем больше размер ее финансового фонда. Приведу пример минимальных статей расходов человека среднего достатка. Это расходы на питание, хозяйственные расходы, коммунальные платежи, расходы на проезд, бензин, обслуживание автомобиля, кредитные платежи. Оплата прочих обязательных платежей, например, медицинские расходы, детский сад, школа и тому подобное. Если вы привыкли к другому образу жизни, например, регулярно посещаете развлекательные учреждения, часто обновляете одежду, посещаете косметические салоны и тому подобное, то это все также надо отнести в расходы. Исключаются только траты на крупные и дорогие покупки, которые планируют заранее. Ну, такие как автомобиль, мебель, сложная бытовая техника, туристические поездки, ремонт и так далее. На эти цели в семейном бюджете отводится особая статья. В итоге запомните главное. Финансовая подушка безопасности должна быть кратно-месячным расходом, а не доходом. Александр, а так ли важно, в какой валюте мы храним свою финансовую подушку безопасности? Самое главное, где ее стоит сберегать? В банке же или же по старинке под матрасом? Ну, смотрите, Павел, вариантов ответа на ваш вопрос здесь может быть много. Но надо учитывать главное. Этот семейный фонд вы создаете на конкретную цель, то есть внезапно возникшие чрезвычайные обстоятельства. Деньги должны быть доступны в любой момент, без риска потерь на разнице курса и инфляции. Получается лучший вариант открыть вклад под небольшой процент с возможностью снять в любой момент. Кстати, этот вариант убережет вас и от соблазна лишний раз залезть в эту кубышку для удовлетворения внезапно возникших желаний. Ну и подводя итог, скажу, мы часто жалуемся на проблему денег, а на самом деле проблема не в них, а проблема в приоритетах. Просто надо всегда помнить, что многое зависит от нас. Вы смотрите «Итоги». Такой была неделя. Неделя уходящего мая. В заключение я хочу вспомнить еще об одном событии. 24 мая исполняется 80 лет Иосифу Бродскому. Он был удивительный человек. Он умел честно сказать о том, что давно вертелось у всех на языке. Честный и искренний поэт стал кумиром для нескольких поколений читающей публики. Мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. Это были итоги. Берегите себя. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова